И снова страх, голод и постоянное недосыпание. Валентине Ивановне 86. Однажды ей уже пришлось пережить все ужасы войны. Говорит, поверить не могла, что это может повториться вновь. Вместе с семьёй ветеран пряталась от бомб и снарядов. На полтора месяца один из подвалов Донецка стал для них родным домом. На город нельзя было даже выйти. Вот такие осколки летели, что ранило людей. По мирному населению. Там побили все школы, шахты. Сейчас там все позавалили, сколько шахт всего на свете. Столько людей погибло. Страшное дело. Тех, кого сегодня патриоты Украины горделиво величают бандеровцами, Валентина Чеботарёва встречала лично. Мы жили в 1946 год у Драгобычи. И тогда же они всё вредили. Тогда голосовали, стояли все с ружьями. И муж стоял с ружьём, чтобы в грудную не кинули ничего. А нашим солдатам на заготовке зерна разрезали. Вот это самое зерно насыпали. За что люди страдали? Эти бандеровцы всё делали. Ещё тогда. Здоровье женщины ухудшалось с каждым днём. Дети твёрдо решили – маму надо спасать. Думаю, поеду я на эту святую землю, Севастополь. Что Бог дать, как получится. У меня там ничего не осталось, кроме вот этой деточки, что у моих два сына у меня ещё там. Она была очень беспокоена после таких событий, с учётом её хронических заболеваний. У неё беспокоила там одышка, сердцебиение, нарушение сна. Но, пробыв сутки в нашем отделении, она почувствовала себя значительно лучше. Когда уже, слава Богу, приехали в Севастополь, уже здесь солнышко, все радуются, все улыбаются, уже как бы так и личико порозовело, и морщинки как-то уже разгладились. Там, на Украине, в родном Донецке, Валентина и встретила свою любовь. Мужественный офицер, был старше на 10 лет. Командир взвода стрелкового полка лейтенант Владимир Чеботарёв во время штурма Сапун-горы, ключевой высоты на подступах к Севастополю, заменил выбывшего из строя командира роты и организовал блокирование дотов на вершине горы. Много лет Владимир Владимирович не знал, что указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий и проявленное мужество и героизм ему присвоили звание Героя Советского Союза. Спустя 17 лет, в октябре 1961 года, герои вручили Орден Ленина и медаль «Золотая звезда». Наша семья в 1961 году заснулись все простыми, а проснулись знаменитыми благодаря своему отцу. В Севастополе Валентина и Владимир Чеботарёвы приезжали каждое лето. Всегда вспоминаю, всё на свете, каждое, где мы останавливались, где были, даже тот борщик, который кушали, и всё на свете всегда вспоминаю. И рада без памяти. Так что всё хорошо, мои детки. Спасибо за всё, спасибо. Валентина Ивановна не устает благодарить за помощь и мечтает только об одном – остаться в Севастополе. Я уже тут рядышком за землю, за русскую, тоже буду, как говорится, всё переживать и радоваться за всё хорошее. Пошли, Господи, и нашему Путину, дай Бог ему здоровья на долгие лета, за такое хорошее правое дело. Вы что, это такая радость освобождения вот и Севастополя, и людей русских. Народ наш непобедимый, они забыли, куда они улезли, во что, что их опять погонят и будут они сидеть в своих норах. Ксения Багинская, Анатолий Паньков, Севинформбюро.